Привет, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать такую информацию, точнее, о изменениях, информации, которая поступала еще ранее. Речь пойдет о краткосрочных визах, о шиньенских визах, на три месяца, как правило, идут визы. И что именно изменилось? Ранее была информация в предыдущих видео, что сейчас действуют определенные квоты, определенные варианты поездки и типы работ. Соответственно, все тоже остается в силе. Раньше вас должен был регистрировать работодатель, сейчас же прошли изменения. Как видите, вот от 17 июня 2020 года прошли изменения в этих типах, теперь можно себя регистрировать сами, то есть себя сами регистрируете полностью. Сегодня расскажу, как это делается и даже покажу. Ссылочку оставлю под видео, расскажем, разберем более подробно, кто может ехать на эти работы, потому что задается очень много вопросов, кто может ехать. У меня такая вакансия, у меня такая вакансия. Здесь все подробно разложили, сделали по-нормальному, поэтому переходим. Ну, а перед тем, как начать, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться этим видео с вашими друзьями. Итак, значит, смотрите, ребят, первая у нас шиньенская виза, категории заявителей, кто может подаваться на эти заявления. Значит, сезонные работники, то есть те, кто едет с целью сезонного продоустройства. Что теперь делается? Регистрация, как видите, на підставе индивидуально надисланной заявки, словно, к каждому заявнику, окремо на электронную адресу визового центра. Ссылочку, вот вы видите, emb, нижнее подчеркивание, cze, нижнее подчеркивание, ukr, собачка, vfsglobal.com. В электронной заяве необходимо вказать. Обязательно указывайте именно вот так вот, как написана у вас электронная почта и обязательно указывайте по порядку, как указано. То есть первое имя, то призвище заявника пишите на украинском языке, дату народжения, номер проездного документа, закордонный паспорт, то есть номер вашего заграничного паспорта, номер телефона заявника, обязательно действующий, чтобы вам могли позвонить, либо написать сообщение. Дальше, место подачи заявок, оберите один из визовых центров, то есть вашего города, там Харьков, Днепр, Киев, где вы будете подаваться. И мета подачи заявок, це зоны процевлаштования. Здесь шаблон вам вообще идеально все предоставили, все полностью расписали, вообще вопросов никаких не должно возникнуть. Именно так все заполняйте, только по своему примеру и вперед. Дальше, для заявок потребно додать скан-копию закордонного паспорта до дозвола на работу. То есть те документы, которые вам прислал работодатель, обязательно делайте скан в формате PDF. Ребят, не фотографии, а именно формат PDF. Идете на какой-то там копий центр, делаете скан-копию в формате PDF. Еще раз повторюсь, это важно, потому что фотографии принимать никто не будет. Уже были такие случаи, знаю много примеров. Делайте скан-копию закордонного паспорта. Именно сканы, сохраняйте себе, они у вас будут все это время на почте, допустим, вашей. И это все пересылаете к этой заявочке, вкладываете и присылаете в визовый центр. Заявник, который не докладает до регистрации заявок, дозвол на работу, выданный, соответственно, до 96-го параграфа закону про занятость, то есть с метою сезонного працевлаштувания, не будет для подачи заявок зарегистровано. То есть, ребята, реально важно очень все сделать правильно и с первого раза. Тогда вообще вопросов никаких не будет. Дальше они вам назначают дату и конкретно в эту дату вы приезжаете на определенное время и получаете вашу визу. Смотрите, дальше смотрим особи, которые подают заявок с метою працевлаштувания в сфере выработки продуктов харчевания. То же самое регистрация, только у вас здесь будет уже мета подачи працевлаштувания в галузе выработки продуктов харчевания. Тоже подаете скан-копию закордонного паспорта под дозвол на работу, выданного для деятельности в галузе выработки продуктов харчевания в формате PDF. Смотрите, еще что они добавили здесь. Добавили табличку, кто может подаваться на продукты харчевания. Я открываю этот шаблон, здесь все указаны, перечислены все профессии. То есть эта профессия, она здесь есть на чешском и также на украинском. Всех я не буду вам перечислять, сами можете открыть, посмотреть. То есть там и пекарь, и молочник, и изготовители сыра, дегустаторы, пивовары и так дальше. То есть у вас должна быть эта профессия указана в вашем контракте, то есть в вашем договоре. Если этой профессии у вас там нету, то тут задавайте вопрос вашему работодателю, задавайте вопрос вашим агентурам, посредникам и так дальше, кто вам будет там делать эти документы. То же самое касается и работников в сфере охраны, охраны здоровья и социальных служб. Здесь аналогично идет мета про цивлаштование в галузе охраны здоровья и социальных служб. И опять же, открываем ссылочки. Здесь показаны на чешском и на украинском языке. То может подаваться в сфере охраны здоровья, а также в сфере социальной области. Все на чешском, все на украинском. Все написано, расписано, как должно быть. Дальше, працивники в области международных транспортных перевезень, то есть в ОДИ. Так же само все расписано, как что делается. И мета подачи про цивлаштования в области международных транспортных перевезень. Документы, опять же, не забывайте, в формате PDF. Ну и все остальные заявочки здесь уже тоже расписаны. Вся информация, в принципе, та же самая, как и была, тоже все осталось. Единственное, что, опять же, не забывайте, что есть лимиты. Киев 150 человек, Харьков Днепр 80, человек Одесса 50 человек. Это лимиты, количество принятых заявлений на шенгенскую визу на один день. То есть где-то такого плана идет, такие вот цифры. Вот такую вот информацию я хотел с вами поделиться. Думаю, информация очень важная, потому что много людей еще не знали, как это все делать. Звонили своим работодателям, писали. Работодатели тоже половину этого ничего там толком, никто не хотел это делать. И, может быть, даже большинство не знало, как это делать. Теперь же все это выложили, актуально сделали. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Делитесь обязательно информацией в ваших комментариях. Как получается что-то или нет, как регистрироваться и так дальше. Если какие-то вопросы будут, обязательно задавайте. Ну, а у меня, в принципе, на этом все. Если будет какая-то новая информация, буду обязательно делиться. Подписываемся, ставим лайки, не забываем. Ну и до новых встреч, всем удачи, всем пока.